Дорогие друзья, сейчас прозвучал замечательный вопрос по поводу травм глаза. Нужно ли что-то делать и в каких случаях надо обращаться к врачу? К врачу нужно обращаться во всех случаях травмы глаза, особенно у неговорящих детей, потому что неговорящие маленькие дети не могут пожаловаться на глаз. Я хочу сказать, что могут быть тяжелые травмы без болевого синдрома, то есть ребенок может не жаловаться. Могут быть тяжелые травмы без покраснения глазного яблока, но с изменением внутри глаза. Ребенок может не жаловаться. И поэтому к офтальмологу нужно обращаться всегда, когда вы думаете, что есть подозрение на травму глаза. В травме глаза еще очень важна профилактика. Категорически против офтальмологи всего мира выступают против травмоопасных игрушек. К таким травмоопасным игрушкам относятся пистолеты с пластиковыми пульками. Все, что угодно, что может стрелять, колоть и резко ударить по глазу. Резинки, даже подтяжки от штанов бывает приводят к травмам глазом. И у меня такой пациент есть один. Нужно быть аккуратным к химическим реагентам, которые хранятся у вас дома. Химические реагенты тоже относятся к категории травмы, когда мы видим ожоги роговицы, ожоги глаз. Нужно быть аккуратным к петардам, никогда не покупать и не давать петарды детям в руки. Во всем остальном рецепт простой. Если вы думаете, что у вашего ребенка травма глаза, необходимо срочно обратиться к профессиональному врачу, к офтальмологу. Для того, чтобы врач посмотрел и решил, что дальше делать. Есть особенность про ожоги. Когда к вам, если вы думаете, что ваш ребенок получил химический ожог глаза, здесь, как бы, результат того ожога, он зависит от того, как вы действовали первые минуты после ожога. Почему? Потому что, как только появляется химиреагент на поверхности глаза, он вызывает ожог, а в дальнейшем он начинает проникать в глубину глаза. И поэтому самое важное – быстро удалить с поверхности глаза этот химический реагент. То есть использовать любую воду, любой степени загрязненности для того, чтобы убрать то, что находится на поверхности глаза. Из-под крана прям ребенка ставим, глаз пробываем активно. И если есть в доме антибактериальные капли, их можно смело закапывать. В крайнем случае они будут бесполезны, но возможная польза от них будет. Вот что можно возложить ответственность на родителей – это химические ожоги. При химических ожогах все зависит от того, как вы будете действовать в первые минуты после того, как это случается. Если будут вопросы по поводу травм и ожогов, пожалуйста, внизу в комментариях, как всегда, будем отвечать на них.